Детская медсестра Это не случайно. Несмотря на рутинность, на протяжении всех лет Марина работала над собой во благо профессии. Ее портфолио, дипломы Жевской медицинской госакадемии, интернатура. На нее равняются сотрудники, а, например, для многих, причем не только для медиков. Марина Юрьевна является активным членом Совета по сестерскому делу нашей больницы и является членом секции учебной комиссии. Активная работа это над разработками методических наработок для медицинских сестер нашей больницы. И является также еще членом Ассоциации средних медицинских работников Республики Мариел. Является членом секции «Сестринское дело в педиатрии», тоже где активное участие принимает проведение республиканской конференции и семинаров. Марина Мелешкина работала, училась, в то же время успевала участвовать в различных конкурсах. Так, например, в 2008 году она стала лучшей старшей медсестрой Республики. Ее отметили дипломом и грантом президента в размере 30 тысяч рублей. На эти деньги она купила себе наручные часы. В этом году Марина поднялась на ступень выше. Она победила в той же номинации, но уже на уровне страны. Конкурс «Детская медицинская сестра» 2011 года был организован Союзом педиатров России. В качестве подарка Марина получила диплом и денежный приз в размере 20 тысяч рублей. Но не это главное. По словам специалиста, важно повышать престиж профессии, тем более, когда это во благо детей. Все инновации, которые были в конкурсной работе Марины, уже внедрены в больницы, где она работает. На базе нашего отделения функционируют три школы здоровья. Это школа диабета, школа артериальной гипертензии, школа коррекции веса. На мой взгляд, победа в этом конкурсе – это своеобразный итог моей деятельности за последние годы. И на мой взгляд, конкурсы профессионального мастерства повышают престиж профессии медицинской сестры. Чаще всего люди с таким потенциалом перебираются в крупные города страны, чтобы развиваться дальше. Марина уезжать не собирается. На сегодняшний день в родном кардио-ревматологическом отделении ее изо дня в день ждут сотрудники. Это 10 медсестер и 8 санитарок. Но особенно дороги ей пациенты. Сейчас на лечении их около 40. Я работаю в детском отделении уже 18 лет. И видеть здоровых детей, их счастливые лица, улыбки, благодарность родителей – это счастье. Марина Мелешкина, например, человека, который предан своему делу. Ее победа – еще один балл в общий зачет развития медицины в республике. Вот только победительницу печалит финансовое положение дел медиков. Их зарплата до сих пор оставляет желать лучшего. К примеру, за месяц работы медсестра получает не больше 5-6 тысяч рублей. Старшие медсестры, как, например, наша героиня, около 8-10 тысяч. Марина твердо убеждена, когда правительство уделит внимание именно среднему звену, а это медсестры, санитарки, нянечки, тогда уж точно повысится престиж этой профессии.